господа всем привет с вами снова александр мордынский сегодня мы поговорим про apple earpods вот такую маленькую коробочку замечательную собственно я ими пользуюсь уже год фактически я ему пользуюсь уже практически год тут у меня под окнами строительство метро строительство дорожек и собственно говоря мы с вами сейчас немножечко поговорим про apple earpods для этого мне понадобится iphone x и iphone 7 немножко чтобы вам поэтому рассказать собственно я сейчас просто с прогулки пришел и созрел наконец-таки сделать этот видос год спустя сразу скажу для долбоебов которые будут говорить что саня яблодрочер несмотря на то что у меня macbook два айфона apple watch и apple earpods я совершенно трезво смотрю на жизнь у меня также два смартфона на андроиде у меня также комп за пол миллиона рублей на винде и винда мне нравится больше чем макуэс поэтому товарищи долбоебы можете усираться в комментариях сколько угодно пользуюсь я этим всем лишь для того чтобы высказывать свое честное непредвзятое мнение для людей которые умеют думать для людей у которых есть мозг они для тех которые просто существуют чтобы писать сами гадости в комментарии и так собственно говоря с чего мы начнем начнем мы с того наверное что я пододвину камеру поближе немножечко потому что вот так я думаю будет по удачнее мне рассказывать собственно с чего мы начнем начнем с того что через месяц использования apple earpods у них появляется проблема у всех абсолютно я не встречал человека у которой этой проблемой не встретилась он может просто о ней умолчать эта проблема заключается в том что крышка я не знаю будет ли слышно потому что ремонтники мешают крышка начинает ходить и скрипеть то есть крышка начинает елозить и скрипеть второе что второе смотрите внимательно на корпус если фокус на него придет потому что это панасоник ебаный у него с фокусом все очень плохо корпус поцарапался корпус весь затерся корпус абсолютно весь затерся абсолютно весь зацарапался вот на отблике видно какое здесь пятно у меня протерлось я не любитель чехлов и таскать airpods и в дополнительном чехле я ни за что не стал бы что можно о них сказать изначально я их покупал для использования samsung galaxy note 8 работали они прекрасно вы можете их купить и использовать просто как беспроводные наушники как беспроводную гарнитуру с любым android смартфоном у которого bluetooth версии не ниже 4.0 и android не ниже шестерки потому что с android 5 уже так себе это все дело может не работать вовсе там нужна будет софтина на фопы да найдете там есть две софтины которые показывают заряд аккумулятора самого чехла и заряд аккумуляторов в каждом из наушников собственно что можно сказать на задней части находится кнопка синхронизации маленькая беленькая когда вы ее зажимаете то внутри моргает светодиод здесь у нас металлическая каемочка здесь у нас магнит вот это вот вот эта штука реально как бы заразительно то есть иногда стоишь человека ждешь и вот так вот просто делаешь как спиннер то есть не скажу что она успокаивает нервы но зачем-то я так стал делать иногда я не могу сказать почему и зачем то есть реально если бы у меня был спиннер или ключи я бы наверное их в руке бы крутил на нижней части находится разъем lightning обыкновенный любой отловский провод заряжает эти наушники хотелось бы конечно юсб си я искал кейсы с юсб си зарядниками но их нет существует в китае уже продаются вовсю кейсы с чей зарядкой то есть беспроводной зарядкой но данный кейс случае если вы используете его он не будет показывать заряд то есть здесь в чем плюс в том что вот этот весь кейс это зарядное устройство для самих наушников находятся они внутри эти вот горит сейчас зеленый светодиод значит они соединены с устройством с каким из моих устройств я не знаю это еще один из плюсов когда вы добавляете и привязываете их к вашему apple аккаунту то есть я могу их открыть и вот они у меня пожалуйста apple airpods могу подключить их на макбуке использовать как гарнитуру использовать для прослушивания музыки я пробовал их подключать компьютеру на windows я пробовал их подключать к ноутбукам на windows но на windows они не работают с их чипом то есть здесь какой-то там заумный apple чип который скажем улучшает качество связи качество громкости и получается что когда мы подключаем компьютеру мы получаем звук очень плохого качества компьютера на windows мы получаем звук очень плохого качества а если переключать его в режим работы гарнитуры чтобы микрофоны работали то звук становится еще хуже давайте закрою это сраное окно она у меня конечно очень плохое не сильно то и поможет потому что прям под окнами у меня люди работают собственно что можно сказать о них использовать любым android смартфоном можно еще раз поясню для долбоебов это гарнитура это не крутые наушники которые вам завенят любые hi-fi наушники то есть него сейчас дали вот такие вот наушники 2 драйверные вот такие вот модные затычки стоят они около 30 50 долларов на алиэкспрессе но в них звук просто невероятно несравнимо круче то есть есть у меня знакомые которые кудахчут и которые используют просто эпловские earpods и airpods и говорят что это самый лучший звук в их жизни нет звуки нет жирноты звуки нет широты звуки нет души это просто гарнитуры обыкновенный точно такой же звук вам даст гарнитура samsung или любая другая встроенная комплектная гарнитура любые наушники за 200 300 500 рублей типа сенхайзер типа а кг будут гораздо звучнее сочнее и лучше работать поэтому если вы хотите слушать в них флаг а лак и всякое крутое музло забудьте звук они делают обыкновенный стандартный то есть это обычный звук ничего в нем выдающегося ничего в нем супер плохого уши от него не болят эквалайзером все правится но это не наушники для удовольствия то есть зачем я использую без проводов первое без проводов очень удобно то есть смотрите я вот допустим возьму сейчас iphone 7 мне не нужно будет его переконнекчивать я просто вот смотрите рядом открою вот это магия apple а я открываю рядом они показывают мне заряд то есть они показывают заряд самих наушников и заряд кейса все я могу слушать музыку iphone 7 да я убираю его в сторонку не обязательно даже далеко я могу его носить в кармане допустим вот разблокируем iphone x iphone x и открываем наушники рядом все вот это это безумно удобно реально то есть вот это вот фича это просто убийственно это kill фича просто вот это вот фишка на превьюшку пойдет и точно так же я могу их рядом с макбуком открытие пока подконнектятся без вопросов без каких-либо проблем это без провода это очень удобно то есть у меня были bluetooth наушники обыкновенные там какие-то но на им фирмы совершенно скажем так или которые стоят там до пяти тысяч рублей любой адекватный человек знает что беспроводные bluetooth наушники до пяти тысяч рублей это полная хламина полное говно эти сейчас стоят 15 тысяч рублей я думаю они того не стоят я их покупал за 9 то есть я их покупал весной прошлого года и обошлись они меня в 9 тысяч рублей 9 тысяч рублей я за них готов отдать потому что они полностью окупились они удобные ты бросил их в карман ты бросил их в рюкзак они не теряются по отдельности то есть ты достаешь от уха достаешь ухо внутри там контактной площадке то есть внутри там вот такие вот две контактные площадочки будет видно не будет видно фокус если придет с панасоника если соизволит к нам прийти потому что с панасоником все очень плохо с фокусом собственно что можно сказать по кейсу он марки он царапается он стирается изначально он белый глянцевый красивый но сейчас он весь по шаркам настолько что это не гоже такое будет подарить человеку и продавать за полную стоимость он пачкается я не знаю если фокус сейчас внезапно придет давай фокус ебаный он очень сильно пачкается то есть вот эти места где вставляются сами наушники они очень сильно пачкаются они очень марки я их протирал и спиртиком и чем угодно то есть они грязные остаются сейчас вот здесь у меня просто такие два пятна и пыль по с по щелям то есть здесь вот по щелям набита пыль и эту грязь даже ватной палочкой со спиртом уже не вытащить и то есть вы защелкнули кейс убрали теперь у вас два наушника это не как у китайских наушников что один наушник коннектится к другому наушнику либо один наушник коннектится к базе второй наушник коннектится через него нет здесь каждый наушник независим то есть вы можете слушать музыку как с одного так с другого можете один убрать в кейс заряжать можете один дать другу у меня стоят две фишки. То есть, на правом наушнике у меня стоит Siri, на левом наушнике у меня стоит переключение трека вперед. Собственно, по эргономике. Давайте я вам покажу немножко. То есть, с виду это обыкновенные Airpods проводные. Форма все точно такое же. Единственное, что вот эти точки это здесь, здесь датчик один стоит и здесь с внешней стороны датчик стоит. То есть, когда вы вставляете в ухо, издается звук, что типа наушник вставлен в ухо и подключен к телефону. Что можно дальше сказать? Микрофоны находятся в нижней части. То есть, вот такие вот две маленькие сеточки. И вот эта вот площадочка это зарядная площадочка. То есть, вот такие вот зарядные металлические площадочки коннекторы. То есть, вставляете просто в ухо. Я... Вот сейчас произошел звук дырын, что он подключился. По поводу того, что они выпадают из ушей. То есть, если трясти головой очень сильно, можно голову встряхнуть. Я вообще сам в Чите живу почти всю жизнь. В Сибири, скажем так. Где у нас вечно холодно. Где у нас лето 25-27 градусов. Но... То есть, там проблем нет. Не выпадают они из ушей. Ничего не отваливается. Ничего не отпадает. То есть, держится хорошо в ушах. Даже когда ты бегаешь. Даже когда ты ходишь по лесу. Или под дождем. То есть, я не раз в них попадал под дождь. Под ливень. Они прям полностью наливались у меня водой. А потом груши... Вот такая у меня груша для фотоаппарата. Я вот так вот пропышкивал. Все. И они работали дальше. То есть, в них не заявлено, что они влагостойкие. Вам это нужно понимать. У меня и кейс попадал под ливень. И они попадали под ливень. Вместе со мной. То есть, прям ливень такой жесткий. Если на НДУ кусочек я вставлю. Как я стою под дождем. Он просто течет по мне вот так вот реками. И стекает в наушники. Они выжили. Они работают. Отлично. Ни один не стал из них тише. Ни один не стал из них хуже. Но! Когда я переехал снова в Китай. Здесь в Китае средняя дневная температура на юге Китая. То есть, обычная температура летом здесь дневная. 37 градусов. Естественно, я потею как чушка просто. И когда ты потеешь. У тебя же в ухе там сало выделяется. Вот это все лицо блестит сейчас жиром. Бесконечно умываться ты не будешь. И так душ два раза в день принимаешь. И утром, и вечером. Чтобы не быть постоянно потным, вонючим, липким. И вот когда у тебя уши потеют. Постоянно приходится делать вот такое движение. Постоянно. То есть, я вот заметил, что я живу в Китае практически полгода уже. И вот это вот движение стало для меня нормой. Потому что ты проходишь километр. Наушник уже вылезает из уха. За счет того, что ухо у тебя потеет. За счет того, что оно сальное. И еще одно фирменное движение. То есть, все время беру вот так салфеточку. Сначала вот так вот. Ухо. Раз. Ухо. Два. Потом вот наушник. Вот так вот зажимаем. Вот так вот протираем. Чтобы он не скользил. И втыкаем обратно в ухо. То есть, это, конечно, геморрой. Да. Но вы этого избегаете. Если вы не живете, скажем так, в жарких странах на экваторе. Ближе к экватору. Если вы живете в Сибири, никаких проблем с выпаданием из уха. Никаких проблем с недержанием в ухе. У вас не будет. Ухо у меня, скажем так, чуть меньше среднестатистического. У наушников нет размера. Они все одного размера абсолютно. То есть, яблочники как-то там высчитали среднестатистический размер. Поэтому этот наушник более-менее подходит почти всем. Что можно о нем сказать? Что еще добавить? Я вот сейчас начинаю уже терять мысль, потому что я рассказал практически все. С Android работают, с iPhone работают, с Windows очень плохо работает, с macOS хорошо работает. Плюс, когда вы подключаете их себе в ухо, вы можете не только слушать музыку, но, естественно, звонить по ним. На Android, на Samsung Galaxy Note 7 проблем никаких не было. То есть, в них работал шумодав, в них работали оба микрофона, шумогашение. То есть, я шел по улице, допустим, когда там ремонт производился в чате. И все прекрасно. То есть, собеседник меня слышал как нужно. То есть, отвечать можно было жестом. То есть, отвечаешь ударом по наушнику, точно так же переключаешь треки. Это не как на копиях китайских наушников, где нужно кнопочку нажимать. Или на Samsung касаться сенсорной панели. Это тоже достаточно-таки спорно, если ты постоянно мокрый, потеешь. Или на улице неблагоприятные условия. Но Samsung хотя бы защищены от пыли и влаги. Вот что. Что можно сказать? Качество связи в них приемлемое. Когда наушники переходят с режима воспроизведения музыки в режим воспроизведения голоса, передачи связи, скажем так, обычно в них микрофон выключен. То есть, в них вот микрофон выключен, когда ты слушаешь музыку. Но когда тебе звонят, или звонят, звонят, скорее всего. И когда ты отвечаешь, ты чувствуешь сразу, что режим переключается. Качество звука становится хуже. Скажем так, представьте, что, допустим, с 24-битного звука это превращается где-то в 8-10-битный. То есть, это не то, чтобы совсем ужасно, но заметно. Я попытаюсь это воспроизвести и сделать этот режим. Плюс еще, ну как плюс, то есть, не только когда ты слушаешь музыку, то есть, когда ты их разрядил, ты просто вставляешь сюда. Тут магнит, и он доводится. Все. Ничего не выпадает? Хоть оттрясись, крышка не откроется, они не выпадут оттуда. Сидят очень плотно. Есть, конечно, на них резиновые вот эти вот силиконовые накладочки для южан. Я попробовал их, скажу вам, что это полное говно, полное барахло. Не покупайте силиконовые накладки. Они очень сильно засоряются, они набирают пыль. Там какие-то воздушные пузыри, получается, сидят неудобно в ухе. Плюс ухо натирают очень сильно, если силикон туда прям вставлять вместе с ними. Не есть хорошо. По поводу отвалов. На них обновили прошивку, на них обновляют прошивку вместе с iOS. iOS обновляется, подключайте наушники, они как-то там сами фоном очень быстро обновляются. Можете посмотреть в информации о Bluetooth или о наушниках. Там, короче, где-то есть в интернете гайды, как проверить прошивку на наушниках. Обновляется прошивка, все работает хорошо. А что? Отвалы. Про отвалы. Когда была первая версия прошивки, то есть я их тогда купил осенью, там была старая прошивка, они отваливались иногда. Просто идешь-идешь, и у тебя звук начинает идти из кармана. Что на iPhone 7, что на Samsung, они отваливались. Потом уже iOS там доточилась, стало там 12-й версии, то есть это было с 11-й проблемы. Стало 12-й версии, проблемы исчезли, отвал исчез. Но осталась такая проблема. Допустим, вы идете по улице, где есть вот эти вот радары, которые измеряют скорость машин. Я заметил, что с ними все время конфликт вот этот происходит. Радары, сигнализации беспроводные. Здания защищены по сигнализации беспроводной. То есть в Чите постоянно происходил отвал в двух местах. То есть это высоковольтные линии, где проходили, и на улице Малой, когда идти в сторону, скажем так, Ингады-Дамбы. То есть просто вот так помало идешь, и там есть дом какой-то, я не знаю, что у него за сигнализация, но, короче, рядом с ним качество связи прерывалось, начинали хрипеть или отваливались просто-напросто. Так вот, когда вы проходите с местом, где много сигнализации вот этих радаров, короче говоря, где большего количества радиопомех, они тоже сбрасывают качество звучания. Прям заметно. То есть точно так же, как переключение в режим голосового общения с музыкальным. То есть ты слушаешь, 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 оно становится чуть-чуть тише, оно становится... Я попробую воспроизвести вот этот эффект, наложить Final Cut, чтобы вы поняли, как слышно будет. Оно становится... звук становится плоский, звук становится тише, звук становится хуже качеством. То есть непонятно почему бывает вот такая проблема. То есть, видимо, влияют внешние сигналы на нее. В остальном я слушал в метро, я слушал в автобусе, я слушал в электричке, в поезде, в самолете, в аэропортах. Проблем нет. Даже если человек проходит, и там пять человек у всех AirPods, проблем вообще никаких нет. В принципе, наушники... наушники, гарнитура хорошая. Но это, повторюсь, опять-таки еще раз для идиотов, которые будут пытаться доказать, что это музыкальная аудиофильская гарнитура, это все хуйня ебаная. Любые наушники вот такие с Алиэкспресса Hi-Fi 20-30 долларов дадут звучание гораздо лучше, в разы просто, чем вот это вот. А в остальном я доволен использованием. То есть я безумно привык. Вы не представляете, насколько я привык к вот этим жестам. Типа постучал, пролеснулось, постучал, Siri или пауза. У меня еще стояла пауза иногда. То есть едешь в маршрутке, постучал, чтобы наушник не вынимать без конца. Вот. Когда наушник вынимаешь, музыка ставится автоматом на паузу. То есть если у тебя играла музыка, ты вынимаешь наушник, музыка на паузе, вставляешь обратно, музыка продолжает играть. Удобно. Да. Плюс, вот допустим, у меня плеер не включен. Плеер не включен музыкальный. То есть он запомнил место, где он был последний раз, он выгрузился из памяти, я втыкаю наушники, стукаю два раза, воспроизведение включается, плеер включается с того же места, где мы закончили. Очень удобно. По поводу автономности. Да, по поводу автономности чуть тоже не забыл. Я скажу так. Самих Apple AirPods при слушании музыки, самих наушников отдельно от кейса, хватает приблизительно, скажем так, ну не спиздеть бы, три с половиной часа. Три часа. Возьмем три часа, пусть будет три часа. У некоторых два с половиной часа. У меня около трех часов. Музыка примерно 65% громкости. Не знаю, как на стопроцентное. На стопроцентное практически никогда не слушал. То есть даже в самолете, даже в метро уровень громкости на 100% я не ставлю, потому что мне достаточно комфортно на 80% допустим слушать в очень шумных местах. Конечно, нет никакой шумоизоляции. То есть ты втыкаешь и ты слышишь внешний мир. То есть ты можешь идти слушать фоном тихо-тихо музычку там на 10% и идти с собеседником разговаривать совершенно без проблем, слыша его. То есть вот такая вот шумоизоляция. Автономность. Итак, наушники. Пусть хватает их на три часа, да? Вот этого кейса зарядить оба наушника с нуля до 100% хватает где-то... Я даже не измерял просто, я не скажу, я скажу примерно. То есть примерно хватает раз на 5, 6, 7 может быть. То есть я наушники высаживал в ноль только два раза. То есть вот реально два раза я их только высаживал в ноль. В остальном ты едешь, слушаешь музыку там час, полтора, два, пока ты на маршрутке едешь или в автобусе. Ты, естественно, там за час, за полтора, за два доезжаешь до места дислокации и всё, музыку убираешь. И они заряжаются. То есть они не разряжаются в ноль. И они заряжаются очень быстро. То есть они реально очень быстро заряжаются. Вот этот светодиод, он здесь многоцветовой. То есть он оранжевый, зелёный, белый. Других, по-моему, цветов я не видел. Но предположу, что у него там есть и красный, и голубой. Потому что такой светодиод было бы проще поставить, чем отдельно какую-то карету изобретать. Итак, сколько раз я их заряжаю? Я их заряжаю примерно раз в неделю. То есть получается вот так, да. Я слушаю музыку, ну сейчас у себя на районе, я слушаю музыку в них не больше двух часов. Соответственно, они у меня не разряжаются даже там ближе к нулю. И, соответственно, заряжаются они у меня больше раз вот этого кейса хватает. То есть я пошёл там, поужинал, пообедал, послушал музыку, пришёл домой. Ну полчаса, да, пусть. Вечером пошёл, прогулялся, ну полтора часа пусть. Заряжаю я их раз в неделю. Вот реально. Это очень круто. Это просто киллер фича. Когда они вот так в простое, они не жрут батарейку совершенно. Ты их открываешь, и они работают. Не нужно нигде там кнопку искать, типа выключение, вырубить там наушник, отключить от телефона. Ничего не нужен. Вот так вот. Всё работает. Что ещё? Ну то есть автономность хватает на неделю. Там, допустим, в субботу, в воскресенье я их просто поставлю на зарядку. У меня здесь провод. И там провод возле столика зарядного. Зарядил, всё. Остальное время они либо в сумке живут, либо у меня здесь лежат, либо в кармане со мной таскаются. Собственно говоря, я считаю, что я рассказал о них всё. Сколько бы поставил этому продукту я оценку, я думаю, цена это тройка из десяти. То есть они реально, если бы они стоили 100 долларов, хорошо. Пусть они стоят 100 долларов. Это была бы бомба. Но они стоят 200 долларов с чем-то. А это дорого. Извините меня, это наушники представили ещё с айфоном седьмым в 2016 году. Я ещё первый раз в Китай приехал. Их с тех пор не обновляли. То есть там всякие вилсы, розетки и прочее. Куда хчут каждые полгода вбросы делаешь. Типа, Apple AirPods выйдет через месяц, вот эта вся хуйня. Да не выйдет она через месяц. Может быть, вот в этом году их покажут, наконец-то, второе поколение. Но вот так и не показали, извините. Огромное количество аксессуаров. Да, конечно, китайцы просто безумно делают для них чехлы на любой вкус. Силиконовые вот эти накладочки подуши, силиконовые закрепители, даже душки делают. То есть, знаете, как мейзу магнитные. То есть ты их через шею пропускаешь, вот так вот, и здесь примагничиваешь. Есть что-то похожее. То есть ты пропускаешь через шею и вот здесь вот выключаешь. Но в таком режиме, по-моему, они не уходят в режим ожидания. То есть они уходят в режим ожидания только в этом кейсе. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. С вами был Александр Мордынский, наушники Apple AirPods. В общем и целом я поставлю им 8 из 10. Я довольен. То есть за год я ими довольен. Я считаю, что они окупились и пусть даже музыка с них не такая крутая. Для крутой музыки у меня есть проводные наушники. В остальном так просто прогуляться, послушать музычку хватает. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok